привет привет вот у нас один из наших гаджетов это точилка для ножей джозеф джозеф сейчас мы ее затестим так у нас получается так вот она приходит упакованная продается двумя кабельными стяжками раз два все стяжки мы разрезали вот и сейчас посмотрим что у нас из чего у нас состоит значит здесь у нас вот тут у нас прорезийная чтобы он не двигался отлично и вот таким образом он слаживается ну реально круто удобно чип и открыли все у нас здесь 12 я так понял это для первой просто левша не совсем удобно интересно в эту сторону можно ну именно процесс пошел колесики крутятся чувствуется как он двигается и теперь второй и сейчас попробуем как он будет резать прикупили мы вот такие ножницы фирмы барабантия вот это у нас ножницы для нарезания зелени здесь у нас то есть одни ножницы они с виду как будто бы их четыре здесь еще должна была быть кисточка для очистки но наш сынок куда-то уже ее пристроил вот гарантия пять лет ну посмотрим насколько пять лет они проживут у нас или нет делают их в китай написано в китае на упаковке написано в китае да и внимание реально крутая да штука такая именно трансформер все и вот наша зелень достать чуть-чуть или прям давай вот так прямо мы будем прямо сейчас резать ее тарелку порядок конечно в тарелку не совсем удобно надо держать руках да было бы было бы гораздо удобнее например сразу в кастрюлю а а так сильно получается разбрасывается зато реально очень круто я могу сказать смотрите какие кусочки красивые подача реально сейчас укроп круто да мне очень нравится правда конечно это процесс не быстрый но если приловчиться то довольно таки можно и быстро резать не держа в руке стакан да короче я вам сказать что я точно буду эти гаджеты применять на своей кухне это дело которое осталось для них должна быть такая кисточка специально в комплекте идет зеленая но вы увидите когда будете покупать вот она у нас уже где-то ушла наверное где-то в игрушках я думаю этому гаджету можно смело поставить лайк вот еще один из прикольных гаджетов на нашей кухне это чесноковыдавливалка фирмы как называется джозеф 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 выдавили и вот таким образом все это убираем то есть видите она с виду красивая модная и очень удобная то есть выдавливает прямо до мельчайших для мельчайших-мельчайших деталей чуть-чуть добавим буквально каплю да вообще меньше чем но ничего это оливковое масло что ты она в принципе и так их можно достать но мне кажется просто также лучше если она прям выпадет правильно джимми оливер конечно красавчик и теперь формируем нашу котлетку нас планах есть еще замороженных купить котлеток и пожарить просто там мы смотрели там во фритюре добывала фритюрницы не помнишь поэтому у нас пока фритюрницы нету мы делаем таким образом зачем вообще придавливать чтоб они не развалились типа пробуем достать оп не знаю оливка помогла или нет ну красивый да добавляем еще оливки или на лавровом теперь посмотрим без оливки как что получится вот будут бургеры нам сейчас на ночь глядя вести не хоть один а мне два можно фарши эти замешать еще было там с куриным например мы решили сделать пока чисто говяжий как это называется в макдональдсе если его есть не помнишь по рецепту джимми оливера и по его приспособия скажем так ну по идее должно все сюда теперь лечь муж уже отмеряли вообще бургеры это очень крутая еда если честно в плане не здоровой и не полезно а в плане очень вкусной если я не ошибаюсь придумали ее америкосы бэм ну и макдональдс и перец не к и все рестораны номер один по бургерам давай выпадай и будем приступать уже к жарке есть все погнали готовить сковородку спасибо